кипяток шоу на радио камчатка 905 на камчатском полуострове это кипяток шоу на радио камчатка 105 и 5 fm и в этой студии настя островская александр долгов вика степашка и гость наш коллега известные не только на камчатке но и далеко за ее пределами блогер видео оператор да александр петровец нашей студии думаю многим всем привет друзья многим известно это имя многие видели его видео и в ютубе и на нашем селе канале и вот александр нас вернулся из такого продолжительного довольно путешествие на север камчатке ты был у нас селе хаилина и я вот вчера с александр мы встречались показывал фото видео оттуда и у меня сразу миллиард вопросов вообще возник о жизни на севере полуострова и он мне там несколько историй рассказала я посчитала что это обязательно нужно выводить в эфир саш как-то там оказался с какой цели и как вообще там да да я был в хаилина это бы алюторский район я туда ехала с двумя целями это собирать к фольклор то есть как бабушки поют песни на корякском языке рассказывают сказки также на корякском языке шьют одежду выделывают шкуру ну в общем я как шурик из кавказской пленницы собирал такая просветительская миссия можно если шурик записывал ты все это видео протоколирую да и вторая задача у меня была ну как бы для себя для своего канала рассказывать как люди живут в таком отдаленном селе как хаилина алюторском районе для начала пожалуйста еще расскажи как добирался до туда как попасть на желающим да это мне я вообще как бы для себя дело такую вещь о том что не как бы не изучать куда я еду потому что это как бы будет первое впечатление когда на камеру рассказываю в общем я прилетел в корф а то оказывается закрытый поселок и мне сказали что надо еще ждать вахтовку где-то час чтобы попасть телички вахтовка она идет до парома который нам везет тебе поселка всего теличек так то есть это для меня было шоком я говорю а я что на острове что ли нет горитвы ты на косе а чтобы попасть телички тебе нужно еще попасть на паром ты попал на паром добрался до теличек до добрался для теличек я там поснимал как раз коллектив называется ях ях танцевальные в общем они мне рассказали показали танцы все я там переночевал и на следующий день также надо было попасть на паром попасть в аэропорт и только после этого еще я рисковал то что там может быть плохая погода дождь и вертолет мог не улететь а вертолет до вертолетом до доти личикой до села хаилина лететь полчаса а на вездеходе ехать шесть часов так ты добрался до хаилина на вертолете первые впечатления первич впечатления но представляете выходите и село в середину смотрите на влево-право и видите конец села то есть там живет около 300 человек и вокруг сопки речка солнце в общем такая золотая осень какая там деревья там тундра 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 да а живут в каких домах это частные дома или малоэтажки чего они построены это деревянные дома старые старые постройки но есть еще и новые потому что 2006 году там произошло такая землетрясение вот и после этого землетрясения начали строить дома то есть эпицентр был как раз рядом с хаилиным какое-то там озеро когда теличики как раз вот коров там попали землетрясение то есть были разрушения но хорошо что не было жертв чем живут там люди и какой возраст населения там есть молодежь молодежь есть там учиться девяносто восемь учеников школе на школу школа на самом деле большая но мне сказали что эту школу перепутали потому что как перепутали когда было произошло землетрясение надо было строить новую школу вот в общем прислали им то есть какой-то план или какой-то и они перепутали то есть построили хаилина школу которая предназначена для теличек а в теличек построили школу который предназначена для хаилина то есть это маленькая школа должна была быть да то есть там стоит по середине села огромная школа в которой уже 98 человек да а это начальная или прям 11 классов до 11 классов там по 4 человека учится по 5 индивидуальный подход да там есть хорошо что есть учат корякском языку это прям здорово я побывал на занятии мне так понравилось они рассказывали за сказку национально только я не помню перевод но было интересно извини пожалуйста я пишут на корякском да пишут рассказывать говорят то есть там мне из рассказывали очень много обрядов там легенд я это все расскажу своем фильме который выйдет наверно через неделю через две но село отдаленная такая жизнь там а есть цивилизация же дата мне рассказывал есть там банк есть почта есть все приз мобильная связь интернет это же все мобильная связь там есть но узкий такой канал что у меня не работал не ватсап не социально то есть у меня такой был detox то есть 10 дней без социальной сети вот и и как это я думаю что это была такая перезагрузка это был отдых и мне понравилось ты мне вчера рассказывал такую замечательную историю о том как улететь оттуда там целая процедура не как у нас знаете забронировал билет на сайте аэрофлота приехал в нужное время в аэропорт там это по-другому все да то есть тебе если ты хочешь например завтра улететь ты завтра улетишь если хочешь да если с погодой повезет наверное звонок максиму который живет он на дому то есть ты приходишь до приходишь к нему домой сдаешь документы и потом на следующий день он приходит пригоняет вертолет нет вертолет он прилетает он получается садится на полосу где нет здания аэропорта вместо здания аэропорта там стоит что-то наподобие остановки но как неужели вот в обычное село каждый день летает вертолет нет не каждый день там по моему два раза есть расписание есть расписание да но люди знают об этом расписании как раз от максима верто такси там получается по заказу да вертолет как раз он летит стилищик садиться в очай ваяме по моему средний пахачи пахачи и установка то есть он такое рейсовый да такой рейсовый но говорят что вот он полетел по маленькому кусту и это думаю это как ну то есть как раз вот и вот маленький такой круг он делает через пахачи и вот или может быть даже напрямую на хаилину как там обстоят дела с магазинами с аптеками с продуктами да нуждаются ли ты чем питался вот заходил в магазин магазин да там очень дорого вот представляете чтобы ну сейчас так представить то есть если вы везете к примеру килограмм рисом то вы можете сразу накинуть 26 рублей это постоит стоимость парохода до теличек и стилищик еще вести на вездеходе 6 часов это добавляет еще 46 рублей а если вести тот же рис на вертолете еще дороже плюс 210 рублей это какие там цены но приведи примеры но я меня просто кормили патнуру я кам каждый день ел рыбу каждый день ел икру и около то есть меня кормили кстати чем занимается местное население в основном местное население я спрашивал они говорят мы рыбаки рыбаки да это рыбацкий поселок табуна там нет табун 200 километров от хаилина далеко да но в основном там рыбалка я еще для меня было шоком я увидел сбербанк я спрашиваю а как можно попасть в сбербанк агрет а женщина в отпуске то есть никак не попадешь там замок висит замок висит на отделении сбербанка то есть вы в магазине не оплатите ни карты только наличка наличка или переводом ну онлайн но предприятие там есть есть вот и работают люди помимо школы наверно администрация администрация есть до почта есть вот как раз сбербанк есть есть фок максим есть это важный человек в хаилина могу очень много магазинов потому что привозят частные магазина частного нету кооперативного государственного магазина нет одни коммерческие аптеки аптека я вы к сожалению что-то не помню по моему есть поликлиника поликлиника есть такая одноэтажная очень маленькая скорее фельдшерский пункт да ну очень сложно то есть я на самом деле наверное был в шоке потому что это наверное такое самый отдаленный поселок то есть например если я был на таймере но там хотя бы дорога была то есть мы сел на машину поехал в таймер это же далеко это вообще север север да это север ну а здесь вездеходом только шесть часов и все а вездеходом ну не представляете это если поломался то можно вообще зимой добираться можно и по четыре дня а скажи пожалуйста там котельная какая-то есть или каждое домохозяйство индивидуально оттапливать нет там есть котель надо к коряк энерго они привозят уголь с как раз стили чик вот зимой волос до завоз и через позимнику то есть они зимой по зимней дороге привозят уголь и там складируют то есть он хватает как раз вот на летную на зиму вот на протяжении нескольких дней общался с местными жителями каково это настроение среди людей чего они хотят может быть на что-то жаловались или в принципе они довольны на самом деле да и было интересно но я спрашивал что такое как бы пожаловать здесь пожалуйста но если какие-то проблемы они прямо не сговорились между собой они говорили нам все нравится солнце свежий воздух мы у нас жизнь такая неспешно проснулся то есть для них это естественно и среда да они привыкли так жить я не привык я не привыкли чтобы было движение было а удалось ли пообщаться с молодежью которые сейчас учатся в школе какие у них планы они тоже хотят остаться в селе или наоборот уехать с молодежи не удалось пообщаться но внутри ста человек там живет но как бы я говорю спрашиваю а вы хотели бы оттуда уехать не грит нет мы хотим здесь жить но это круто потому что очень мало таких мест не знаю людям хочется жить когда мы в последний раз снимали сюжет по поводу затопления паланы да если не ошибаюсь я тоже первым делом спрашивала планируете парень парень да прошу прощения парень планируете ли вы оттуда уехать раз затапливает каждый год и на меня с удивленными глазами вы что это же наш дом это родина наследие да то есть мы хотим наоборот привлекать к себе молодежь чтобы они уже приносили и больше цивилизации чтобы отстаивали наши права чтобы нас оттуда не выселяли а наоборот привозили все больше благ цивилизации не знаю как вы дорогие соведущие радиослушатели я после рассказа александра захотела в хаиль на да я очень жду кино которое выйдет которое сделает саша думаю совсем скоро все посмотрим воочию как живут люди как 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 там обстоят дела не знаю у меня я мне иногда хочется вот такого детокса а подскажи пожалуйста вечером вечером темно или есть уличное освещение уличное освещение есть но вечером лучше не ходить до медведей до медведей я как раз когда там был я на следующее утро узнал что буквально где я там ходил застрелили в восемь часов вечера медведя я сначала подумал ты скажешь восемь медведей опасная у тебя профессия александр но ждем очень твоего фильма спасибо что приехал рассказал действительно интересно мы живем всю жизнь на камчатке да жизни все таки своих же людей знаем не так много и спасибо что нам не только рассказывает но и показывает о том что происходит за пределами краевой столицы мы к сожалению не всегда можем выбраться куда-то так далеко но для 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 этого есть такие люди как александр петровец и спасибо тебе за твою работу спасибо вам что пригласили я хочу поздравить всех учителей с этим замечательным праздником я и сам являюсь учителем учить учеников с новым видеомонтажа и видеосъемки в школе номер четыре петропавловск работаешь наше поздравление и вас поздравляю это был александр петровец известный камчатский и российский уже видео блогер путешественник для тех кто пропустил беседу заходите наш телеграм-канал масс-медиа камчатка и там будет опубликована видео версия нашего интервью кипяток шоу на радио камчатка